МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как же можно зафиксировать мгновение жизни? Истории фотографирования посвятили новую выставку в Краеведческом музее. Возможность иметь фотокамеру, делать фотографии есть абсолютно у каждого человека. Сейчас идут специальные приложения Инстаграм, где люди выкладывают практически каждое мгновение своей жизни. И, на мой взгляд, очень интересно, как же вообще у человека появилась такая возможность. И как раз-таки выставка тайно-фотографии для «Игра для двоих» нам расскажет о том, как это было. По словам Любови Келлер, первое фотоателье в Омске открыл господин Темкин в 1855 году. Располагалось оно в районе пересечения современных улиц Жукова и 10 лет октября. В 1870 году затем уже появляется фотозаведение фотохудожника Кеслера. И, что известно, Кеслер, один из первых омских художников в фотохудожниках, фотографирует уже вне своего отелья и фотографирует городскую архитектуру, городские пейзажи и важные события в жизни нашего города. И звездным часом Кеслера становится приезд в Омск в 1891 году цесаревича Николая Александровича, последнего императора России Николая II. И пребывание непосредственно здесь, в Омске, Николай II фотографирует сам Кеслер. В конце 19 века студийная съемка была очень сложным процессом. Громоздкие фотоаппараты приходилось долго настраивать, качественные фотографии можно было получить при наличии вспышки. Для этого использовали магниевые порошки и проволоку. В фотозаведении приходили сниматься мужчины в строгих сюртуках и мундирах, женщины в роскошных платьях и дети. Каждую съемку обслуживали до 8 человек. Нужно было сидеть несколько минут неподвижно, для того, чтобы получился качественный снимок. То есть даже несколько десятков минут, во-первых, нужно было сидеть. И для того, чтобы человек невольно не пошевелил головой, то есть вот такие были приборы, которые его как бы фиксировали в определенном положении. Фотопленки в конце 19 века и в помине не было. Изображение переносилось на специальную стеклянную пластину. Фокус ловили, перемещая меха. Благодаря этому снимки получались четкими. А вот как выглядел самый первый советский фотоаппарат «Фотокор-1». Его запустили в массовое производство в 1930 году. Большинство снимков в военные годы были сделаны на этот фотоаппарат, говорит Алексей Адамсон. После войны появляется новая фотокамера. Это дальномерный ФЭТ-2. К нему прилагалась электрическая вспышка. Уже к 60-м годам фотография становится другой. Она приобретает другой характер. Появляется очень много снимков, которые запечатлевают простых людей, которые занимаются, в общем-то, не очень важными делами. Дети играют, дурачатся. Взрослые где-нибудь сидят за столом, допустим, и так далее. То есть фотография тоже развивается, и она становится менее такой официозной. В 70-е годы фотографы работали с тремя фотоаппаратами. ФЭТ-2, Киев-4 и Зоркий. А вскоре в Советском Союзе появляются зеркальные фотоаппараты. Самый известный «Зенит». По словам Алексея Рудольфовича, этот девайс был мечтой многих подростков того времени. Но «Зенит» считался слишком серьезным и взрослым аппаратом. Поэтому ребятам на праздники в основном дарили смену. Здесь видим, опять же, знаменитые смены, в частности, смена символ и вот такой вот интересный фотоаппарат смена стерео. То есть он имел сразу два объектива. Ну и самый, наверное, известный из «Зенитов» здесь у нас представлен. Это «Зенит Е». Он один из самых массовых вообще фотоаппаратов в мире. То есть выпускал его в основном Красногорский завод в Подмосковье. Но выпускали и другие предприятия, в частности, «Белома» в Белоруссии и некоторые другие. Фурор в мире фототехники навел «Фолароид». Его начали выпускать в США и Европе в 40-х годах. Но к россиянам он попал гораздо позже, спустя несколько десятков лет. А в 90-е этот фотоаппарат стали выпускать в Москве на совместном российско-американском предприятии. Это благодаря своей конструкции, своему принципу он позволял мгновенно, так сказать, получать фотоснимки. Они были небольшими, цветными, качество у них среднее, можно сказать, и сохраняются они достаточно плохо. Но, тем не менее, это было очень интересно, да, то есть сразу же получить вот такой вот кадр. Завершается выставка современными мыльницами и смартфонами. Узнать историю привычного всем фотоаппарата вы можете в Краевическом музее до конца ноября.